Вот что такие женские слова для мужчины? Вот если взять тонкую психическую структуру мужскую, женскую, взять, да? Вот из чего состоит женщина? Она состоит из силы, которая меняет внутри способность мужчины достигать чего-то. Вот, допустим, женщина говорит, да ты слаба. Она сама не знает свои силы. Вот она сказала, ты слаба к мужчине. Внутри него, прямо в само сердце, в глубину его психической структуры, зашла сила, которая гасит его возможность победить. Теперь женщина говорит, да нет, у тебя все получится, ты победишь. Внутри глубину его психической структуры входит сила, которая дает ему возможность победить. То есть женщина сама не чувствует себя бессильной, она чувствует себя слабой. Почему вот лекция заканчивается, женщины бегут ко мне за вопросом? Потому что они чувствуют себя слабой, они чувствуют, что у них есть силы побеждать там. Бороться за судьбу, они не чувствуют беспомощность какую-то перед жизнью. Все женщины. Но они не знают свои силы просто и все. Их сила, это сила благословляющая. Женщина обладает силой, дающей жизнь. Понимаете, из женщины выходит жизнь. Такая беспомощная вроде существо, такой бац, из нее жизнь вышла. Круто вообще. Так вот, точно так же из нее выходит не только жизнь и женщина, из нее также выходит и способность давать победу или забирать победу у мужа. Давать жизнь своему ребенку или забирать у него свою жизнь. Но женщина должна с этим разобраться. Вот как выглядит способность давать жизнь. Допустим, уходит, допустим, муж на войну там или в армию, да? Она ему говорит, у тебя все будет хорошо. Я буду молиться за тебя. Радостно его провожать. Хотя это очень тяжело так. Ну, как бы очень тяжело радоваться, потому что женщина же чувствует судьбу. И надо эту судьбу победить в своем сердце, чтобы радоваться. Понимаете? То есть душа поет, он на войну уходит, а в нее душа как в усли поет. Понимаете? То есть она сильная, Маруся, сильная. Значит, он останется жив.